здравствуй дорогие наши друзья дорогие наши читатели дорогие наши слушатели надеюсь что этот канал для вас полезнее принесет вам хоть немножечко польза сто процент человек который наверное всем нравится наверно такого не существует даже бог когда пророков отправлять на земле иногда люди к его критикуют и отрицать игнорируют все что полезные люди отрицают а все что вредные они любят такова природа человека не знаю почему все понимают что пить курить гулять и так далее вредно но они это делать свободной для их это даже тренинг не посвящать не надо для это надо мотивация даже не нужен но чтобы стать сильным мудрыми так далее это все требует усилий читать книги читать молитвы откладывать деньги оберегать себя отказаться от все свои отрицательные черты характера привычки и так далее намного сложнее поэтому дорогие мои надеюсь что те что я говорю на эта рубрика не всегда возможно вам по душе и не всегда вам наверное это удобно делать но надо делать 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 то что надо жизнь станет легкой делать то что тебе удобно и легко жизнь становится сложным так что делайте то что надо хочу ответить на несколько вопросов которые пришли к нам спасибо всем нашим постоянным преданным читателям и зрителям и слушателям мы служим для вас я работаю для того чтобы быть полезным здравствуйте уважаемый наставник сына родовлатов у меня к вам вопрос можно взять кредит или долг чтобы начать бизнес в твоем компании дорогой мои дорогие мои никогда не берите долг чтобы начать бизнес лучше зарабатывайте по чуть-чуть накопите потом начнете делать у вас пойдет не пойдет бизнес никто не гарантирует но долго останется с вами а долг вернули это точно надо без долг на добра только в том случае если вы уже в этом идее в этом бизнесе разбирайтесь и в этом бизнесе имейте практического опыта никогда не берите долг для начинающего бизнеса бизнес начинать долг не всегда принесет успех могу сказать что риск очень велик я не могу сказать что сто процентов у вас не получится получится но иногда в большинство случаев на 80-90 процент вероятности того что возможно вдруг это бизнес не пойдет поэтому рекомендую вам лучше накопите чуть-чуть сами зарабатывайте накопите чуть-чуть потом подключайтесь начните делать бизнес а с тобой маркетинге чтобы зайти миллион долларов не надо двести триста долларов это небольшая сумма будучи торговым представителем по продаже бытовой химии я начал заниматься саморазвитием после знакомства со своим родом довлатовым в торговле сферы работы с клиентами пока иду небольшими шагами если персонал нас умею усовершенствовать свой навык планирую обучаться на платной основе предлагая свои услуги фирмам занимающимся битуси продажами но этот сектор у нас в туркмении не работает то есть я буду как бы предоткрывателем первые открывателем стоит ли мне обучать или оставить все навыки при себе каковы мои шансы на успех хотя бы на этот вопрос хотя бы на этот вопрос пожалуйста то есть вы хотите получить ответ что стоит ли обучать других людей и так далее конечно займитесь этим немедленно запомните поделитесь знаниями которые вы владеете обучайте других людей когда вы обучаете других людей ваша атмосфера ваше окружение станет умнее и бизнеса тех людей которые создают бизнес вашем территории вашем регионе вашем городе начнет лучше расти а чем больше будут расти люди тем больше у людей будут возможности зарабатывать соответственно вы приносите большой вклад в развитие своего города развитие своего общества так что обязательно это делайте любой человек который владеет знаниями он должен делиться с ними именно так мы изменяем свой окружающий мир и развиваемся так что изучайте хорошо станьте профессионалом в этом области и помогите многим людям следующий вопрос мир вам меня зовут куда и берген мне 19 лет спасибо вам сайдмурат раджабович я бы хотел с вами посоветоваться кто должен держать деньги у молодых людей должен ли отдавать свои деньги отцу я работаю специалистом в сфере строительства в россии сам из бишкека и старший брат говорит работай квартиру купи сделай состояние есть у меня некоторые идеи бизнес-планы я хочу их воплотить прежде чем купить квартиру чтобы вы посоветовали мне работайте купить квартиру или же воплотить свои идеи несколько лет уже обеспечиваю себя сам в каком возрасте должен жениться спасибо вам большое дорогой мой спасибо что сдал хороший вопрос ребята такие как ты 19 лет который сам себе обеспечить у тебя великие будущее и одно из анализ которые видели в жизни она такова что люди которые до 20 лет сами начали зарабатывать свои первые деньги у них есть шанса в жизни быть лидерами быть успешным больше и по сравнению тех кто зарабатывать свои деньги после того когда их выполнять 22 23 25 и так далее если ты уже сам себе обеспечить горжусь тобой поздравляю тебя дорогой мой заработали тобой денег 60 процент вкладывать для того чтобы делать бизнес именно собирали за реализовать свою идею 30 процент из них откладывай что и по чуть-чуть накопить для квартиры а 10 процент держи наличными всегда резервным фонде открывай счет в банке и держи их просто наличными по чуть-чуть по чуть-чуть накапливай накапливай и со временем деньги которые ты для своей идеи откладывал из них например 1060 процент же вкладывал для того чтобы реализовать свою идею этого мы назовем твой капитал из это сумма который ты откладывал для того чтобы делать бизнес например туда попала 6 например у тебя с 10 тысяч долларов 6000 пошло чтобы реализовать свою идею 3000 пошло чтобы ты квартиру покупал тысяч пошло для того чтобы ты создал резервный фонд из это 6000 который ты видел для реализации свою идею 10 процент сначала вложи свои мозги чтобы учиться этому профессионально как это делать то есть получается что какая идея у тебя есть чтобы ты не потерял свои деньги лучшие 9 сфере консультируйся у тех людей которые в этом добились успеха деньги тебе нужно будет на поездки на консультации так далее иди консультируйся у тех кто в этом направлении добились успеха потрать немножко время изучая так течение полгода и так далее накопи достаточно капитала потом начинай так что продолжать вот модель который помогает а жениться каком возрасте желательно чтобы ты жениться 20 лет от нас хотя бы это было бы для тебя выгодно здравствуйте уважаемый садмурат давлату меня зовут джорик я из туркмении я очень уважаю вас и случаю ваши советы я недавно открыл магазин строительных материалов в своем городе магазин небольшой у меня наоборот в начале было 13000 на долларов потом пришлось построить складе и на это потратил 2000 долларов потом я вязал без просенний долг у родственников 5000 долларов потом я вязал опять же итога наоборот и было 16 тысяч долларов за четыре месяца в работе магазин принос прибыль 2000 долларов как вы думаете для начала это нормально вся прибыль сейчас прибавляется на основном на основное вложение данный момент торговля идет хорошо я хотел спросить насчет долгов как мне их вернуть если сразу то наоборот и останется мало денег прошу дать мне совет по этому поводу заранее очень благодарен дорогой мой каждый месяц от своего прибыла до 20 процентов возвращает долги договариваясь если они твои родственники они тебе давали долг пусть они поддерживают тебя до конца чтобы ты мог полностью закончить свой бизнес привести на новый уровень это нормальный явление раз они тебе уже дает долг раз они тебе помогать пусть не подожду чуть-чуть еще чтобы тебе не банкротит так что это нормально явление поэтому ты от своего прибыла например ты зарабатывал две тысячи долларов 400 долларов возвращая даем это получается что 20 процент от твоего чистого прибыла и потихонечку течение полгода или год ты постепенно постепенно возвращающим долги остальные сумма обратно вкладывай в развитие своего бизнеса чтобы оборот стал больше пока ты если зарабатывать две тысячи потом ты будешь зарабатывать три потом ты буду заработать 4 по аллах даст и тогда ты быстрее закрошу все эти долги раз они тебе помогли скажем что до конца надо помогать дорогие мои друзья ставьте лайк под эта рубрика задавайте актуальные вопросы с радостью отвечу на все ваши вопросы желаю вам успехов